Добрый день! Возможно, Лизбыча мечт. Иллюзия сознания. Александр Белов, 15 августа. Когда человек что-либо планирует или о чем-то мечтает, он в своем сознании рисует яркий притягательный образ, который вдохновляет. Например, мечтая о предстоящем отпуске, человек может представлять в своем сознании, например, как тихо плещется вода, голубая лента. Он как птица хочет полететь в теплые края. Когда очень хочется, то воображение услужливо подсовывает нам тему для мечтания. Это свойство мозга человека создавать иллюзии, верить, что они сбудутся. Чтобы иллюзии сбылись, надо приложить усилия и сделать что-то. Например, товарищ Шура не может быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы бросьте, Бендер, на 500 тысяч рублей можно и у нас хорошо прожить. Я тоже хочу в белых штанах, так сказал товарищ Шура. Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, строго ответил великий комбинатор. Но вы уже догадались, откуда это. Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу непредвиденное вмешательство посторонних людей в пространство вашей мечты может все испортить и мечту, и ее последующую реализацию. Тем не менее, мечта и реальность – это разные вещи. Но, как говорят, надежды юношей питают в юности. Вся последующая жизнь кажется фееричной и счастливой. Впереди у жизни только дарь. Полная надежь людских дорога, как пел безызвестный певец Лев Лещенко. Нам молодым вторит песни, той весь шар земной. Это уже другие пели. Шестой фестиваль молодежи и студентов. Романтика юности. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, звонкие года, в луже голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое никогда. Анекдот в тему. В купе на нижней полке чья-то сладенькая попочка, чья-то сладенькая попочка с верхней полки, говорит человек, когда наконец найдется хозяин от задницы. Ну и, как говорится, парень пригласил начало, ожидание, реальность. Человек сам создает вторую реальность в своей голове, и этой реальностью и живет. Однако с возрастом приходит понимание, что все это только мечты, а мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино, мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. От Алтуфьева до Пражской лишь на первый взгляд далеко мы везем московские тайны по секретным веткам метро. Ну и понятно, какие тайны они везут по секретным веткам метро. Человек учится с самого роднего возраста заниматься метапрограммированием, созданием индивидуальных иллюзий. Если он не научился, тем хуже для него. Это сделают за него другие. Будут программировать его, подключая к реализации коллективных иллюзий. Например, социализм, коммунизм. Бывают люди коллективно строят в своем сознании не только иллюзию с положительной коннотацией, но и с отрицательной. Например, фашизм. Фашистам воспринималось как благо, а всеми остальными как однозначное зло. Еще один пример отрицательного коллективного метапрограммирования – всеобщий ядерный Армагеддон. На излете СССР появились пестимистические нотки в массовой советской пропаганде. Суммарный глобальный потенциал ядерных окружений к 1986 году составлял 65 тысяч ядерных боезарядов. Метапрограммирование простирается за грань жизни и смерти. Тибетская книга мертвых описывает ритуал, когда лама читает перед трупом умершего отрытки из тибетской книги мертвых, в которых рассказывается о путешествиях развоплощенного духа на том свете. В результате дух должен нашествить себя кем-либо из божеств, например, Буддой. Если этому духу не удастся, то ему придется отождествлять себя с демонами. Ну и лама перебирает возможные варианты ментального самоотождествления, помогая тем самым развоплощенному духу сделать свой выбор и встать под покровительство того или иного божества Будды. При этом предполагается, что дух умершего еще при жизни был знаком с пантеоном ламаистских божеств. Ну и нечто похожее происходило и с древними египтянами, почитателями бога Осириса, бога мертвых. Над умершим фараоном проводили специальный ритуал, бальзамируя тело, запечатлевая дух фараона в гробнице, отождествляя с Осирисом и делая его своеобразным заступником для живых и поводырем, и охранителем вновь представленных. Таким образом, представления, воспринятые человеком земной жизни, являлись для него путеводной нитью и на том свете. Они позволяли и позволяют осуществить самоотождествление развоплощенного духа с тем или иным посмертным агрегором и стать частью того или иного духовного сообщества на том свете, и неизвестно какого буддийского, христианского, иудейского, исламского и так далее. Со времен Заратустры была предпринята попытка обождествления посмертного существования, а также попытка создания антипода этого состояния. Так появился всем известный рай и ад. Эти мета-реалии попали из-за растризма в новой религии иудаизм, христианство, ислам, или, как их называют еще, авраамические религии. Человеку свойственно обождествлять прошлое и будущее также настоящее. Попытки такого обождествления предпринимались на протяжении всей человеческой истории. Вспомним Атлантида, Гипервалия, Лемурия и так далее. Можно перечислять долго. Вот, например, древнегреческая идиллия сибиратская, древнеримская идиллия, славянская идиллия, ну и тибетская идиллия, французская идиллия. Все это идиллии, ну это вот, я не знаю, какая итальянская идея, дореволюционная идиллия, кустодиев на террасе, фашистская идиллия, обождествление советского настоящего, ну, к тому времени настоящему, когда был Советский Союз, советская идиллия. Возвращается, как говорится, порторг с портфелем, и, как говорится, его ждет семья у излученной реки. Но это современная российская идиллия. Тут мы видим и ноутбук, и яхта Виктория, и образа в углу, и, как говорится, иллюстрация рублевого троица. Американская идиллия. Мечта, мечта, тоже мечта, идиллия, вкусно покушать. Индусы, сосиски, да, гамбургеры. Индусы, вероятно, называют свойством ума создавать иллюзии тисками майя, пытаются избавиться от них путем медитации, успокоения, ума. Ну, как видите, все это иллюзия. Буддисты стремятся выйти из креса сансары, но всегда распрощаться с иллюзиями. Но зачем? Если иллюзии кончаются, они не вечны, то они сами пройдут. Ну, как говорится, на перстне царя Соломона было написано, все пройдет. Все пройдет, а на обратной стороне и это тоже пройдет. Но с этим не согласен Владимир Семенович Восоцкий. Расплевался бы я глиной ржой с клеей этой самой чужой, тем, что я ее сам угубил и у задних надежды убил. Вот такая вот история про иллюзию сознания индивидуального и коллективного. Всего доброго.